Ну, наверное, так, как Иисус повёл себя с Иудой. Как раз вот в эти пасхальные дни, предпасхальные дни мы много рассуждаем и говорим о том, что Иисус пережил. И вот в той вечере, когда Он собрал Своих учеников, Иуда тоже присутствовал среди этих двенадцати. Иисус написан, что Он знал, кто предаст Его, Он знал всю истину, Он знал сердце этого человека, но Он даёт ему последний шанс или возможность как-то отреагировать на то, что происходит в его сердце. Как поступить, наверное, в нашей ситуации? Я думаю, что с любовью, прежде всего с любовью, потому что очень часто наше обличение, оно может быть вызвано некими отстаиванием истины, и часто за этим не стоит глубокая любовь к этому человеку и исправление. Апостол Павел написал, что цель увещевания есть любовь от чистого сердца, нелицемерной веры и доброй совести. Вот я думаю, это то правило, которым мы должны руководствоваться. Даже зная правду и истину, мы должны её преподнести так, чтобы она действительно изменила человека. Чтобы эта истина освободила человека.